Музыка Здравствуйте, уважаемые зрители, в эфире телеканала Медиа Информ, политическое контрревью. В студии я, Михаил Кацин, и мой коллега, друг и срадник, директор телеканала Медиа Информ, Игорь Николаевич Покровский. Игорь Николаевич, здравствуйте. Здравствуйте, здравствуйте. Мы сегодня будем обсуждать ряд тем. Я предлагаю начать с событий вокруг Офиса Президента, которые случились в день рождения Сергея Стерненко. Ваша реакция? Моя реакция была сказана еще задолго до этих событий. Я искренне совершенно считаю, может, я и ошибаюсь. Вы не можете ошибаться. Могу. Особенно в нашей стране я могу ошибаться, потому что бывает очевидное и невероятное. Вы, как дельфийский оракул Игорь Николаевич, всегда предрекаете наступление истины. Спасибо, но это уже почти некролог мой адрес. Спасибо. Да, какой некролог, что? Я хочу сказать следующее, что господин Стерненко, если действительно было бы четко и понятно, убедительно доказана его вина во всех судах и всех обвинениях, которые были ему предъявлены, то у меня не было бы вопросов. Я, к сожалению, увидел, что все суды, которые прошли по поводу Стерненко, были не до конца убедительны и не до конца аргументированы. Поэтому у меня возникает только один вопрос. Если он действительно совершил то, что совершил, а там присутствует и некий стартовый пистолет, а не оружие, которым действительно можно убить человека или покалеть человека, то ситуация просто следующая. Давайте тогда его оправдайте и забудем о той ситуации, которая сегодня существует. А сегодня существует ситуация, когда Сергей Стерненко и Ижа с ним делают политические, создают политические акции, создают Сереже, способную, несомненно, человеку политическую карьеру. И в этой политической карьере явно совершенно участвуют все, кто хочет или в той или другой мере противопоставить президенту Зеленскому достаточно серьезные аргументы для оппозиции. Игорь Николаевич, давайте немножко перестроим нашу дискуссию, обратим внимание на немного другие вопросы в этой теме. Вот смотрите, брутальное, наглое нарушение законодательства, когда отдельные какие-то люди подходят и рисуют граффити. Нет, это хулиганство, чисто в виде. Хорошо, хулиганство. Причем такое, достаточно злостное, я бы сказал. Игорь Николаевич, хулиганство, нарушение закона. Мы видели вот эти граффити, которые рисовали на дверях институции. Президент Украины, это прежде всего государственная институция. И президент, это гарант соблюдения закона, это лидер нации. И вот на институции президента рисуют те граффити, которые рисовали. Чистое хулиганство. Вопрос у меня следующий. Как вы считаете? Вот то, что какие-то люди подошли и занялись хулиганством, это было сознательное решение кого-то во власти, допустить этих людей, чтобы они занялись этим хулиганством, что потом можно было демонстрировать всему, что называется, граду и миру. Что вот посмотрите, да, вам это нравится. А ведь вот эти вот все граффити, они тут же даже разделили тех же сторонников господина Стерненко. И многим людям было очень сложно согласиться и вообще как-то возразить тому, что это хулиганство. Либо все-таки, на ваш взгляд, это спонтанное действие, это спонтанное хулиганство. И никто не предполагал, что это хулиганство будет. То есть, давайте проще. Это было спонтанное действие, либо срежиссированное кем-то? Ну, картинка-то получилась, вы понимаете. Картинка получилась. Предполагать что-то... Я сегодня читал, по-моему, в одном из блогов, кто-то опубликовал, что американское посольство как бы предупредило кого-то из власть имущих о том, что они, мол, знают, что это было инспирировано чуть ли не самой властью. Ну, вот такой посыл. Предполагать можно все, что угодно. Что это сделала власть, что это сделали оппозиционеры, что это имеет к этому отношение Порошенко и так далее, и тому подобное. Но то, что... Не, ну и тут как раз, знаете, вот вспоминать Порошенко применить на какая-то ситуация вообще бессмысленно, по-моему. Ну, это вот тема дальнейшего. Ради бога. Порошенко, Порошенко. Но его упоминают на каждом шагу действительно чего-то. Но есть тот же замминистра внутренних дел, не просто намекал, а почти прямую говорил об этом. Но при этом, при всем есть момент, который совершенно четко показывает, что толпа, какая бы она ни была, достаточно несколько десятков человек, которые внедряются в эту толпу, и которые имеют действительно программу. Игорь Николаевич. И работают по этой программе. Поэтому достаточно буквально, ну, действительно... Игорь Николаевич. Несколько человек, которые действительно... Игорь Николаевич, давайте здесь просто мы остановимся. Смотрите, у государства очень большой аппарат насилия. И государство обладает монополией на насилие. Что это означает? Что государство в лице специальных служб, в лице полицейских формирований, могло не допустить этой ситуации, чтобы какие-то хулиганы подходили и просто поскудили какими-то своими граффити институцию президента Украины. Поэтому не кажется ли вам, что раз не было тех полицейских кордонов, либо кордонов национальной гвардии, которые бы, скажем, отгородили эту толпу и не дали им сделать то, что они сделали, это действие есть срежиссированное действие. Ну, мы сильно преувеличиваем возможности режиссеров. Ну, подождите, Игорь Николаевич, подождите. Вы согласны, что... Режиссеры массовых зрелищ исчезли с того времени, когда у нас проводились праздники Владимира Ильича Ленина и так далее и тому подобное. Акция была заранее известна. Акция могла быть как спровоцирована в отношении тех же силовых структур, которые, наверное, должны были не просто остановить, а задержать и так далее и тому подобное. То есть, Игорь Николаевич? Тогда бы, может быть, скорее всего, эта толпа из тысячи человек начала бы освобождать... Ваша позиция – это спонтанное действие либо срежиссированное кем-то во власти? Нет, я думаю, что это не спонтанное и не срежиссированное. Это срежиссировано кем-то, кто... Подождите, это не срежиссировано, это срежиссировано кем-то. Я говорю, это срежиссировано теми, кто хотел создать там действительно кровавый конфликт. Игорь Николаевич, хорошо. А вы говорите о власти. Я считаю, что это не власть, если точнее сказать. Все, вы считаете, что это не власть. Это не власть. То есть, естественно, что... Что бы мы сейчас не обсуждали, это будет конспирология. Точно так же, как, например, во время выступления на Капитолии, когда толпа ворвалась на Капитолии, в здание Конгресса Соединенных Штатов Америки, учинила там беспорядки. Естественно, потом эта картинка, эту картинку использовали, в том числе, противники Дональда Трампа с тем, чтобы потом медийно ее раскрутить и показать, что Дональд Трамп, что называется, как бы подстрекал толпу к этим действиям. То есть эта картинка была использована. Потом все эти обвинения были сняты с Трампа. Все обвинения были, еще раз, не обвинения были сняты, а Конгресс в лице Верхней Палаты Сената провалил процедуру импичмента. Но это неважно, медийно все равно в этой ситуации противники Трампа, они лишний раз убедились в том, что это как бы вина была Трампа, или Трамп подстрекал людей к тому, что происходило на Капитолии. То есть понятно, что это больше поляризовало американское общество. Опять же, это конспирология. Мы не знаем, есть ли какая-то там, скажем, относительная видна Трампа или нет. В любом случае, это ситуации, на мой взгляд, идентичные. Очень много сразу конспирологии, но факт остается фактом. Есть две картинки, и теперь и ту картинку, и эту картинку могут использовать медиа. И тем, например, сторонникам, Сергея Стерненко, необходимо теперь комментировать не только сам процесс, который касается Сергея, но и того, что было, того хулиганства, которое имело место возле офиса президента. Вы согласны? Ну, и это комментарии, сегодня комментарии эти уже звучат, потому что, если одного из тех, кто там красил или разбил окно, или окна, Влада Сорду, да, по-моему, его фамилия, или Сорду, или Сорду, его, он ветеран АТО, его сегодня отправили под домашний арест. Под домашний арест. То есть ожидали, что его осудят там на какой-то большой срок. Я думаю, что в любом случае, как бы то ни было, но то, что установленные лица, которые занимались этим хулиганством, должны понести наказание, это несомненно. Но это наказание не должно быть 7 лет тюремного заключения. Это не нам решать, это решается судом. Я просто говорю о том, что в любом случае, как бы то ни было, если будут большие и жесткие, очень жесткие сроки и жесткие какие-то наказания, то это будет вред той же власти, потому что тогда эту власть обвинят в том, что она занимается тем, чем не должна заниматься власть. То есть, другими словами, это... Смотрите, это снова политизация опроса. Давайте это оставим. Это уже на рассмотрении суда. Давайте перейдем к следующей теме. Вот как раз я об этом не говорю, что суд тогда может быть политическим, а он не должен быть политическим. Суд не должен быть политическим. И любое решение, какое бы оно ни было, оно все равно будет политическим, потому что у нас любое решение, суда, которое так или иначе относится к политическим процессам, оно является политическим и не только у нас, но и в других странах. Давайте к другой теме перейдем. Вот месяц прошел с того момента, как мы увидели совершенно другой образ президента. Теперь это сильный президент, который принимает сильные волевые решения. У него есть аппарат в виде Совета национальной безопасности, инструмент. И этот инструмент президент активно задействует. И вот мы видим, каждую неделю вот очень много появляется информационных поводов, которые генерируются и президентом СНБО. Последнее, это санкции в отношении ряда компаний, которые имеют отношение к недрам нашей страны. Дальше были инициированы расследования, проверки в отношении депутатов, голосовавших за Харьковские соглашения, которые разрешили пребывание флота, пролонгировали пребывание флота страны-агрессора еще на 20 лет. То есть, теперь этим занимается СНБО. И мы видим, такой формируется образ сильного президента. А вот как вы считаете, вот эти вот все действия, которые сейчас совершаются со стороны офиса президента, эти действия направлены на что? Это укрепление образа президента в преддверии выдвижения на следующие президентские выборы с тем, чтобы у президента были серьезные шансы на победу. Либо это некий естественный процесс, который очень давно ждала наша страна, когда власть собирается, власть собирается в кулак и постепенно оттесняет олигархов от принятия ключевых решений. Вот как вы считаете, это фундаментальный процесс, либо все-таки мы имеем дело просто с такими пиаровскими сдачами перед вторым сроком? Насколько это серьезный процесс, мне трудно сегодня сказать. По той простой причине, что у нас под, так сказать, будем говорить ударами президентской команды оказались два олигарха. Это в какой-то мере Коломойский, хотя он больше ударен американцами, чем нами, прямо скажем. И Медведчук, который ударен больше по медиа, чем по своим коммерческим делам, по той простой причине, что у Медведчука, насколько я знаю, в России существуют очень мощные статьи доходов, в том числе и какие-то нефтяные вышки и так далее, и тому подобное. насколько я в курсе, я не знаю может быть всего, но вот какие-то такие моменты, которые позволяют говорить о том, что он очень состоятельный, богатый человек. Не, но это мотивировка, это мотивировка. Дальше. Сегодня существует ситуация в нашей стране совершенно другая. Николомойский, Медведчук не могут сравниться с мощными, самыми известными олигархами, это Ахметов. А вы уверены? А вы уверены, что мне почему-то кажется, что президент взял курс на оттеснение олигархов от принятия решений? Минутку, я не об этом. Я говорю о том, что когда мы говорим об олигархах, мы говорим в какой-то мере о том, что не в какой-то мере, а в полной мере, простите, что они получают как бланш для того, чтобы практически, ну, если можно так выразиться, извините, насиловать экономику страны во всех отношениях. В отношении добычи полезных ископаемых, в отношении экспорта, в отношении использования железной дороги, железной дороги и так далее, и тому подобное. У них расценки на эти все виды деятельности гораздо ниже, чем рядом стоящих, гораздо более мелких. Стоп. Не, не, подождите. Вот я хочу сказать следующее. Дайте мне уже договорить, я сейчас договорю, тогда вы вступите. Если эта тенденция, которой сегодня занялась не команда президента, скорее всего, президент и буквально несколько человек его окружений, если она будет продолжаться в отношении всего комплекса, связанного с надругательством над страной, это нормальное явление. Вы путаете здесь несколько позиций. Вы путаете экономику и политику. Еще раз, мы сейчас не обсуждаем о роли олигархов в деребании украинской экономики, либо роли олигархов в проседании украинской экономики. Можно употребить любой глагол. Мы говорим о политических рычагах, которыми традиционно обладали все украинские олигархи. А именно, они могли дергать за ниточки депутатов в парламенте с тем, чтобы они принимали те или иные решения, они в принципе могли лоббировать прохождение тех или иных людей по спискам и впоследствии эти люди отставили интерес в олигархи. Именно поэтому они стали олигархами. У меня вопрос простой. Игорь Николаевич, к вам. Забудьте сейчас про экономику. Идет ли сейчас речь и прослеживается в действиях президента желание оттеснить олигархов не от экономики и нет доминирующего позиции, не от доминирующей позиции в экономике, а от именно политических рычагов в стране. Вы вообще катались на лыжах водных, нет? Никогда? Игорь Николаевич, я пока не заработал на медиа информации, достаточно связан. Вы не скользили никогда по воде? Нет. Нет? И сейчас не скользите, потому что вы утонете, вы сами себя топите. Без экономики, без мощнейших средств невозможно содержать ни политиков, ни депутатов, никого. Игорь Николаевич, вы не слышите меня. И я вас слышу, поэтому и говорю вам о том, что если убрать те самые колодцы, из которых черпают с утра до ночи и с ночи до утра средства, средства на вас, политтехнологов, средства на депутатов, на представителей, на чиновников, тогда, извините, извините, все рычаги закончатся. Игорь Николаевич, Игорь Николаевич, то, о чем вы сейчас говорите, это об экономике. Нет. Подождите. Это о политике. Подождите. Это, Игорь Николаевич, это об экономике. Нет. Это об экономике. вы сами говорите, это о политике. Вы говорите о том, что они имеют влияние на депутатский корпус, а следовательно, они провели туда своих депутатов, свои, да, свои передовые отряды. Хорошо, Игорь Николаевич. Они их, извините, оплатили. Игорь Николаевич. Они, благодаря им, эти депутаты, вошли в парламент. Игорь Николаевич. И так далее, и тому подобное. Игорь Николаевич, позвольте мне продолжить мою нетривиальную мысль. Давайте, если она будет нетривиальной. Она будет, может быть, и нетривиальной. Традиционно, у нас олигархи, обладая медиаресурсом, что они могли делать? Они могли снимать украинских чиновников, назначать украинских чиновников, манипулировать общественным мнением, тем самым давя на офис президента, администрацию президента, лично президента. Тем самым, они как бы вовлекались на поле, на пространство политического президента. Вот сейчас мы имеем некую картинку, когда, возможно, заключается новый социальный договор между властью с одной стороны и крупным капиталом. На мой взгляд, этот договор будет заключаться в следующем. У вас есть экономические синекуры, которыми вы рулите, но взамен вы больше не вмешиваетесь ни в кадровые назначения, ни в кадровые снятия, ни в то, что относится к прерогативе моего офиса и меня как президента. Что вы хотите этим сказать? Вы меня спрашиваете? Да, конечно. Я думаю, что это нереально. Почему? По той простой причине, что не ограничив сегодня и поставив в законную русло все доходы, все, что связано с налогообложением, все, что связано с выгодным для государства, если оно отдает в ренту или какие-то другие способы недра, средства транспорта, экспорт, так далее, и тому подобное. Но если этого не сделать, то мирный договор не получится. Игорь Николаевич, Потому что экономика от этого ничего не выиграет. А почему мирный договор не получится? Почему он связан с экономикой? Потому что... Вы исходите, Игорь Николаевич, вы исходите из интересов экономики. Я исхожу из другого. Я исхожу из модели управления президента. Я исхожу из интересов государства. Подождите, мы обсуждаем... Потому что у меня государство... Игорь Николаевич... Минутку. У меня государство ассоциируется только с людьми. Живыми людьми. Игорь Николаевич, а не, извините, олигархатом, депутатством и тому подобными понятиями. Игорь Николаевич, вы же еще пока не баллотируетесь, хотя я бы за вас проголосовал. Давайте без пафоса. Мы сейчас, как специалисты или люди, претендующие на некую специальность, мы рассуждаем... Я не специалист. Я не могу сказать. Мы рассуждаем о тех тенденциях, которые вот можно сейчас наблюдать. Вот что это такое? На мой взгляд, я предложил свою гипотезу, что сейчас задача президента и офиса президента оттеснить олигархов от политического давления на власть. Что касается экономики, это уже другая история. Но главное, олигархи больше не смогут политически давить ни на офис президента, ни на президента. Мне кажется, что сейчас активность и СНБО, и офиса президента, и других специальных служб направлена на то, чтобы оттеснить олигархов и чтобы они не влияли на внутреннюю политику нашего государства. То есть, на мой взгляд, в принципе, мы сейчас видим, как ресурсы государства не собираются. Давайте подождем. И мы видим уже новое качество президента. Давайте подождем. У вас явно совершенно превалирует некая пропаганда в ваших мозгах. В чем пропаганда в том, что вы... Пропаганда не может превалировать в мозгах. Пропаганда... Вы сегодня практически делаете выводы на основании двух примеров. Это Коломойский, повторяю, который... А кого из олигархов сегодня отодвинули? Кого? Вы назовите мне фамилию. Послушайте, Игорь Николаевич... Минутку. Назовите мне фамилию. Не надо послушать. Назовите мне фамилию, кого из олигархов сегодня отодвинули. Игорь Николаевич, достаточно, вот вы знаете, достаточно дать один или два посыла, чтобы все остальные поняли, что отныне нужно либо работать, либо работать в русле, в внутренней политике. Скажите мне один или два посыла. Я вам сказал. Кого? Первое это оттеснение Виктора Медведчука. Второе это оттеснение Игоря Коломойского. Значит, Игорь Коломойский, повторяю вам, на сегодняшний день оттеснен Соединенными Штатами Америки. И ни в коей мере в Украине ничего, по-моему, до сих пор не потерял, кроме той истории с приватбанком, которая была еще у Порошенко. Вы слышали позицию президента в отношении Игоря Валерьевича? Ну, это... Но это же была позиция президента. Он сказал, что все на равных правах. так на равных правах. Значит, все на равных правах. А где вторая фамилия, если все на равных правах? Медведчук, да, он политически очень озабоченный человек. Это все понятно. Что значит политически озабоченный человек? Озабоченный, потому что у него есть четкая и понятная причина, по которой он позиционирует Зеленскому. Он точно так же был бы в оппозиции к любому президенту. Называйте другую фамилию. Кравчуку. Игорь Никачч. Хотя он потом работал с Кучмой. Давайте попробуем все-таки подытожить. Подытожьте, пожалуйста. Хорошо, я подытожу. На мой взгляд, удельный вес государства всегда больше, чем удельный вес отдельно взятого олигарха. И сейчас Владимир Зеленский спустя полтора года он понимает, что для того, чтобы стать президентом на второй срок ему нужно кардинально изменить свой подход к коммуникации с крупным бизнесом, чтобы крупный бизнес не мог влиять на политику. И сейчас эти правила будут пересмотрены. Мы видим, как постепенно олигархи либо будут оттеснены от принятия решений, в том числе от владения СМИ, либо олигархи, если они захотят оставаться собственниками крупных СМИ, они будут так или иначе идти в том русле, который будет задавать Офис Президента. В принципе, в этом ничего нет плохого, наоборот, это даже хорошо. Потому что на протяжении последних 20 лет мы видели, как олигархи своими узкокорпоративными интересами очень часто вредили государственным интересам. Вы подытожили? Да. Замечательно. Единственное, что я хочу заметить, то, что вот вы, когда говорите о походе на второй срок господина Зеленского, то действительно во время этого съезда там какие-то звучали чуть ли не призывы идти на второй срок и так далее. Мне кажется, что это сегодня звучит несколько даже так, не в пользу нашего президента. Почему? По той простой причине, что вы не помните, а я помню прекрасно, что все съезды Коммунистической партии Советского Союза заканчивались тем, что первый секретарь избирался навечно практически. Поэтому ситуация с тем, что до сегодня окончания срока у Зеленского осталось сколько? Три года, да? Три, по-моему. Три года. Мне кажется, что рано еще кричать в пропагандистском запале о том, что дорогой мой, иди на второй срок, ты наш дорогой отец. Подождите, избирательная кампания в Соединенных Штатах Америки уже стартовала? Да, да, несомненно. Она стартовала еще до выборов. Точно так же стартовала уже в Украине. У нас стартовала довольно. Игорь Николаевич, когда президент... Подождите, у нас, не надо нас сравнивать время с Соединенными Штатами Америки. В Соединенных Штатах Америки сегодня уже вакцинировано сколько? Подождите, Игорь Николаевич, на него 40% населения. Дайте мне договорить одну фразу, мы законим. Игорь Николаевич, дайте мне договорить одну фразу. Одну фразу можно договорить, и все. Я замолкаю. Так вот, если президент сейчас бы не объявил, что он идет на второй срок, это означает, что тут же бы начались брожения во фракции, в бюрократии, в его команде, потому что люди хотят быть с лидерами, и люди хотят рассчитывать свою стратегию развития не на один-два года, а вперед там на пять-шесть лет. Естественно, что президент сейчас дал четкий посыл и месседж, что он идет на второй срок. Понятно. При мысли, что они потеряют кормушку, не дай бог при переизбрании президента, их это, конечно, в отороп бросает, и поэтому они искренне совершенно желают, чтобы, особенно близкие к Зеленскому люди, они искренне желают, чтобы он был вечным президентом. А почему вечным? Два срока? Нормально. Два срока, три срока. Два срока. Потом выяснится, что... Послушайте, по Конституции предусмотрено два срока. Потом Верховный Совет продлит еще на два срока, у нас это довольно часто. Подождите, а в чем состоит претензия? Они понимают, что действующий президент не может повторно избираться? Никаких претензий. Никаких претензий. Просто рановато это заявлять. Мы еще не должны справиться, как вы говорите, с олигархами. Еще не справились. Давайте поговорим о коронавирусе. Начали. А вы уже хотите избираться на второй срок. Давайте о коронавирусе. Итак, коронавирус. У нас очень мало времени. Тяжелое, да. Тяжелое очень положение. Очень тяжелое положение. Действительно. Рекорд. Сегодня рекорд. В Украине 333 человека ушли на небо из-за ковида. И, как заявили специалисты, 70% заболевших находятся в тяжелом состоянии. И какая-то часть из них в очень тяжелом состоянии. Должен сказать, что финансовая сторона нашей жизни, судя по всему, будет в ближайшее время очень печальна. Потому что больничные, к сожалению, не оплачиваются. Или эта оплата производится с огромными задержками. Но большинство вообще не оплачивается. Все, что касается больниц, я не буду говорить о состоянии сегодня реанимационных и больничных отделений. Но, судя по всему, они уже заполнены. И будут заполняться достаточно быстро. Помогут ли, наверное, помогут, немножко помогут маски, антисептики и тому подобные вещи. Наверное, должны в чем-то помочь. Но это очень маленький процент. Идет разговор вакцинироваться или не вакцинироваться. Из двух зол надо выбирать меньше. Два зла – это, будем так говорить, вакцина, которая сегодня не очень, не очень, может быть, понятна всем. И, по некоторым данным, действительно, она имеет свои, как говорят украинцы, вады. С другой стороны, маячит перспектива реанимации. Вот это второе зло. Так вот, из двух зол надо выбирать меньше. А меньше – это вакцинация. Ее нужно делать. Этим нужно заниматься самим, к сожалению. Не знаю даже, как я сегодня старался выяснить, как записать весь коллектив, например, нашей телекомпании, для того, чтобы мы все время контактируем с огромным количеством людей. Но пока что до конца не выяснил, потому что индивидуально понятно. А как это сделать коллективно, пока не ясно. Но то, что нужно даже той вакциной, которая сегодня существует, пользоваться, несомненно. И чем больше людей этим воспользуются, тем лучше. Ну и в завершение я хотел бы сказать, просто привести статистику. В Соединенных Штатах Америки 40% граждан уже вакцинировано. К концу мая, до дня независимости США, которое будет в июле, планируется вакцинировать все 100% населения. В то же время в Европейском Союзе вакцинировано всего 10%. И вот когда вы сравниваете эти цифры, можно смотреть на, естественно, на область здравоохранения, но можно смотреть более глобально на развитие этих двух систем. Вот долгое время историки, теоретики спорили, является ли Европейский Союз федерацией, можно ли говорить о том, что Европейский Союз это такое протогосударство. Вот мы увидели, что вот с одной стороны из Соединенных Штатов Америки, где, несмотря на разность и политика, и партии, и позиции отдельных штатов, все-таки они смогли мобилизовать себя, вакцинировать успешное население в Европейском Союзе. Как только они столкнулись с коронавирусом и необходимостью консолидированного действия, тут же возникли проблемы, и европейские бюрократы, они, к сожалению, показали свою неэффективность, и об этом сейчас говорит европейская пресса. Это, я думаю, будет тоже уроком для европейской бюрократии. И мне кажется, что вообще коронавирус, как вызов, станет началом какого-то глобального процесса пересмотра конфигурации Европейского Союза. Спасибо, что были с нами на Медиа Информе. Субтитры создавал DimaTorzok